О, так, правда тут не только я, тут получается все докладчики, давайте сдвинем. Так, все. Значит, что касается проектной деятельности МЕМ неувшей, инициативу, о которой уже рассказывал Старый Владимир Александрович, а также иные коллеги, мы как раз участвуем в развитии такового проекта, мы вместе со студентами в частности, но хочу сделать небольшой акцент, что проекты у нас на базе операционных систем российских идут не только прикладные, но еще и научные. Такая вещь, как научные проекты, возникла у нас еще три года назад с разным переменным успехом. Вначале к ним привлекались только студенты магистратуры, но далее пошла инициатива, что мы можем приглашать также студентов бакалавриата второго-третьего курса, в общем-то, сразу приобщая их к научной деятельности и параллельно обучая решению не только прикладных задач, но, соответственно, и рассматривая фундаментальный уровень развития, а также решение оригинальной проблематики. Со своей точки зрения в этом году мы решили посмотреть именно на развитие операционных систем. Не буду здесь дублировать Владимира Александровича касательно того, что наш университет довольно-таки подробно настроен на то и серьезно настроен на переход на отечественные операционные системы, причем максимальный переход по возможности, но не для того, что это сказать в прикладном порядке и приказном, сказать студентам, что вот все, мы переходим на Linux и так далее, или переходим на Astro или еще что-то, а что мы переходим, потому что это эффективно, это интересно. Именно студенты должны поучаствовать в исследовательском процессе, понять преимущества, понять как раз-таки инициативы внести и, соответственно, понять, насколько это эффективно для рынка труда, собственного развития и развития карьеры в целом. Перед нами стояла задача исследовать дистрибутивы и, соответственно, выбрать из них наиболее эффективную под обработку разноформатных данных. Для разноформатных данных был взят пространственный анализ, потому что именно здесь имеются акустические данные, имеются видеоданные, соответственно, при проведении геомониторинга имеются, соответственно, фото и космические снимки каких-то пространственных объектов, но имеются, соответственно, какие-то ландшафтные данные по урбанистике. Так как проект был запущен по первому году, то мы, соответственно, решили взять эти разноформатные данные и опробовать различные системы. Упор был взят как раз-таки на Alt Linux, в частности на Simple и на образование, но мы остановились на образовании, на тестировании версии 9.2 и далее 10 версии, когда она вышла уже ближе к Новому году, поскольку именно эта система является максимально открытой, согласно нашего исследования, и позволяет эффективно идентифицировать и, соответственно, адаптировать различные технологии, различные ресурсы. Суть в чем? Здесь идет несколько общих файлов, часть из них мы составили сами, часть тут несколько мы взяли, в общем-то, с презентацией различных операционных систем. Суть заключается в том, что сейчас информационное общество направлено как раз-таки на информационную войну. Но с одной стороны мы идем, получается, к импортозамещению как закрытой системе, то есть когда нельзя ничего лишнего добавить и использовать. Но с другой стороны мы переходим к партнерским отношениям, то есть это как раз-таки вектор к внешнему развитию адаптации. Все больше мы заинтересованы в open source ресурсах, все больше в новых инструментах, которыми пользуются различные организации. Поэтому наша здесь задача не только закрыться и обезопасить систему, но в исследовательских параметрах именно найти, соответственно, больше инструментов, которые адаптированы на нашу платформу, на наши операционные системы, которые эффективны для обучения и проекта наших студентов, плюс студентов, соответственно, других университетов. То есть, соответственно, стратегия импортозамещения нам интересна. Именно как вариант развития, адаптации к open source технологиям и ресурсам, плюс привлечение участников, как зарубежных в нашу команду, так и нас, по распространению, соответственно, технологий и решений в рамках не только в наших университетах и НИИ, но также в зарубежных. Но здесь я в целом привела системы, которые у нас сейчас существуют. Alt единственная система, которая имеет крупнейшие репозитории Sisyphus, единственная система, которая не требует дополнительной адаптации, но в частности при установке любых GIS пакетов, например, на базе GIS Lab, того же QGIS, например, современная 9.2.10 версия, не требует обновления ряда пакетов, не требует дополнительной сборки. Ну, в общем-то, здесь в целом приведены рекомендации по различным программам и результатам использования. Ну, здесь как раз-таки мы пришли к выводу, что то, что разработана базальт сейчас во многом то, что Astra на базе Debian хороши для исследования, они хороши для исследования в рамках научных целей касательно госорганизации или касательно, например, ВПК. А что касается горных предприятий, например, что касается ресурсного сектора, что касается моделей цифрового двойника и что касается, соответственно, построения смежных моделей на этой базе, то здесь Astra как раз-таки имеет преимущество, возможно, частично роса, но Astra лучше доработан и меньше имеет багов, если при тестировании. Это не только наше мнение, это, в общем-то, мнение ряда ресурсных организаций, что мы далее подкрепим статистикой, и, соответственно, ряда организаций, кто ведет аналогичные разработки. То есть, в частности, мы общались с ГДРАН в Екатеринбурге, они, например, также заинтересованы, в общем-то, именно в исследовании на базе Альт. Но это еще 2019 года приведенная статистика, вот здесь мы ее просто представили. Она сейчас несколько, конечно, меняется, но, тем не менее, именно вдоль рынка отечественных дистрибутивов Альт за счет множества дистрибутивов, а также, соответственно, за счет, в общем-то, доступности для юридических организаций покупки лицензии, плюс за счет адаптивности, сейчас вырывается также вперед, хотя тут еще роса сейчас большую, скажем так, большую долю захватывает. Но здесь в целом приведены варианты решения, я не буду их во многом дублировать, поскольку, я думаю, многие с ними уже знакомы, они не раз приводились в иных презентациях от самой компании. Но, тем не менее, здесь как раз мы можем посмотреть, что с компанией «Газпром», в частности «Роснефть», как раз-таки работает Альт. Соответственно, Астра также здесь параллельно взаимодействует, но они больше основаны на развитии корпоративных систем, нежели построение цифровых моделей, использование в проектной деятельности, уж тем более в исследовательских проектах на базе точности моделей и интеграции разноформатных данных. Соответственно, здесь приведена статистика за последние два года. По использованию ресурсных компаний, взято с официальных источников, в том числе с лентой «Тартас», которые официально это анонсировали по всей стране, о том, что сейчас выделены порядка 500 миллионов рублей на закупку различных лицензий, в частности, по альту как раз «Газпром», «Трансгаз», «Тургутра» по транспортировке и, соответственно, цифровизации логистической деятельности доставки, а также, соответственно, по внедрению лицензий смежных программных продуктов для различной реализации. Ну вот опыт, соответственно, нашего внедрения таких технологий для обработки пространственных данных далее поделится Оксана. Ну и, в частности, по другим компаниям, «Якутэнерго», соответственно, части белорусских компаний, здесь также приведена статистика по покупке лицензий за последние годы, плюс стратегия на ближайшие пять лет через государство в рамках «Газпром» на выделение до 180 миллиардов по развитию таких технологий. Но мы также смотрим на будущее, что сотрудники уже должны со студенческой скамьи, а в частности в бакалавриате и магистратуре, быть готовы к решению не только стандартных задач по ведению общей документации, но и как раз исследовательских задач на базе внедрения различных пакетов и обработки данных, соответственно, различного формата. Ну, в частности, сейчас я передаю слово коллегам, они немного расскажут. Итак, я расскажу о том, чем я занимался в рамках нашего научно-исследовательского проекта, про который я рассказывал только что Екатерина Николаевна. Мы как раз исследовали свободную программу QGIS на операционной системе в дистрибутиве альтобразования 9.2 и в дальнейшем 10.0. Хочу сразу отметить, что QGIS — это свободная программа, которая по умолчанию установлена уже в пакетах альтобразования 9.2 и альтобразования 10.0 для высшего образования. Среди моими задачами в рамках научно-исследовательского проекта была именно прорисовав карьеров и на основе этого расчет параметров полигонов этих карьеров, а также построение цифровой 3D-модели рельефа карьера. Для этого в модуле QGIS нужно установить некоторые дополнительные модули, которые как раз и помогают в этой задаче. В том числе это QuickMem Services для подгрузки карт из различных источников, SRTM Downloader для загрузки данных о высотах, это, соответственно, данные из проекта Shuttle Radar Topology Mission, и также пакет QGIS-103.js, это как раз для построения простейшей 3D-модели карьера. И дальше на основе этого были на базе, в том числе Google спутников, были отрисованы некоторые карьеры. Здесь приведены Гатчинский карьер и Вольский карьер в Саратовской области. И дальше программа QGIS позволяет уже просчитать все параметры этого полигона, в том числе различные географические параметры, это площадь, периметр и так далее. Я приведу некоторый результат расчетов. И дальше моя задача была, как я уже сказал, построение карты рельефа и простейшей 3D-модели на основе вот этих данных высот SRTM-пакетов. В первую очередь здесь необходимо загрузить данные высоты. Это делает с помощью модуля SRTM-даунлодер. После этого нужно проделать некоторые шаги, в том числе по раскраске нужным градиентом и дальше формирование уже самой карты с помощью синевого рельефа и добавление изолений. В итоге у нас получается такая часть карты рельефа, которую уже в дальнейшем можно использовать, можно использовать какими-то различными экспертами и так далее. И дальше модуль QGIS-103.js позволяет создать простейшую 3D-модель, на основе вот этих данных высот. И также хочется здесь отметить, что наша коллега Стелла, она еще подключалась онлайн к этому карьеру и использовала для этого пакет-моушн. И вот что у нее получилось. Об этом подобное. Я сейчас, с вашего позволения, расскажу еще о разработках тех студентов, которые сегодня не смогли посетить конференцию, в частности Стелла Скрыльникова. Ей была поставлена задача на базе Alt и Leastro подключиться к стриминговым данным, то есть к доступным веб-сервисам. Она в частности подключилась к тому же гатчинскому карьеру, чтобы получать регулярно через собранный пакет нужные параметры границ для, соответственно, уточнения модели, ну и также к еще одному полигону. На базе Astra это реализовать не удалось, на базе Alt и Linux это было прекрасно реализовано. Наша последующая задача — это уточнение, вернее, уточнение представления модели до масштаба отклонения не 50-100 метров, а где-то 10 метров, соответственно. Мы эту задачу пытаемся решить за счет наложения видеоданных, в этом нам помогает, соответственно, возможность собрать пакет Motion. У Стелла это довольно успешно получается. Также здесь еще присутствует падалица, Кирилл, он с нами не вышел. Он, в частности, занимается оптимизацией подбора библиотек для уточнения данных, в общем-то, чтобы иметь инструментарий, инструментарий, предложенный для специалистов, с помощью которого можно, соответственно, производить интеграцию моделей и отрисовку. Плюс ко всему с наложением по близлежащим объектам инфраструктуры, то есть, соответственно, с картой улицы и так далее. Эти модели, во-первых, могут быть использованы для исследований института РАН, также в обучающих цели по, соответственно, простейшим моделям, по объяснению анализа рисков и, соответственно, работы с геоинформационными ресурсами, а также создание полноценных ГИФ в дальнейшем по специализации. Как бы так, далее мы передаем слово Оксане Батоновой, она частично расскажет о существующих приложениях в рамках HALT и как с этим можно было работать. Здравствуйте, так, меня слышно. Могу передать поближе? Ну, вроде. Ладно, так, перед использованием гео-пространственных данных в первую очередь стоит задача обработать изображение, видео и так далее, любые данные, и в том числе, чтобы произвести анализ видео с дрона с последующей интеллектуальной обработкой, собрать базу данных для обучения нейронной сети, дополнить карту местности 3D-моделями, те же карты и рельефы, о которых рассказывал Леонид. Для всего этого требуется сначала произвести обработку видео. И, как уже упоминалось, существует несколько основных направлений, по которым происходит работа над исходным видеоматериалом для горно-промышленной сферы, а именно это сбор базы данных для дальнейшего анализа, в том числе использование нейронных сетей, глубокого обучения, интеграция с картами местности, где важнейшей задачей является привязка к пространственным координатам, и удобная интерпретация информации для конечного пользователя. Но это скорее может быть как промежуточный этап. При сборе базы данных основным требованием является выделение информации, которая несет наибольшую пользу и избавление от шумов. Это означает, например, та же обрезка, склейка, кадрирование, где-то нам может потребоваться только кадры, то есть фотоизображения, которые мы можем выделить из исходного видеоряда. И для построения карты рельефа, в первую очередь, важно иметь привязку к пространственным данным. Возможно, будут избыточные или противоречащие друг другу данные, тогда стоит задача избавиться от выбросов. Конечному пользователю могут быть полезные субтитры с координатами или любой другой информацией. Также наложение фоновой аудиодорожки, ставка изображений и так далее. Отдельно можно выделить операции, которые используются для каждого из этих направлений. Это транскодирование, трансмультиплексирование, трансрейтинг, транссайзинг, сетокоррекция. Ну, наверное, нет смысла останавливаться на этом подробнее. Это все касается преобразования потоков видео из одного кодека в другой, из одного формата в другой и так далее. И уже необходимость этих операций обусловлена требованиями с OBD. Здесь приведены просто примеры работы с кроссплатформенным приложением, одним из приложений Gdenlive, например. Также оно было установлено и на Astro Linux, но, конечно, стоит отметить, что с Astro возникло больше проблем из-за невозможности использовать некоторые части ядра. И вторая часть — это почему мы выбрали имена от Linux как основную операционную систему для исследований. Вот три пункта. Это преимущество как от Linux, как от Linux подобной операционной системы, как свободного по и самостоятельной операционной системы. Свободное программное обеспечение позволяет нам использовать, адаптировать, распространять все копии, публиковать свою улучшенную версию программы, что нам было очень полезным. Также стоит отметить, что в Altlinux имеется Altlinux Team, которое достаточно большое сообщество программистов, которое также могло нам помочь в наших исследованиях. Ну и понятно, что импортозамещения в данной ситуации тоже сыграло свой. Ну и еще хочу здесь отметить, что в частности в ходе ведения проекта, хотя он существует не так долго, порядка 7 месяцев, проект был представлен на одной из конференций университета Таита Тавета в Кене, а также, соответственно, на одной из конференций университета Пуэрто-Рико. Коллеги были во многом заинтересованы, несмотря на то, что это США, и какие-то данные, в общем-то, они узнали о дополнительной Linux-овой системе, и, возможно, над дальнейшим построением какого-то пакета мы поработаем даже совместно, я надеюсь. Но это на будущее в целом. А так, спасибо большое за внимание, с радостью ответим на вопросы. Я за свой блог, также студенты, которые планируют дальше развивать этот проект на свой блог. Скажите, пожалуйста, а вот распознание образов вы не использовали нейросети? Пока еще не дошло. То есть мы думаем нейросеть выстроить в следующем как раз-таки году, пока наша была задача максимум данных как раз-таки попробовать прогнать через систему, понять ее преимущества, понять, с каким именно дистрибутивом удобнее всего работать. Сейчас мы пришли к версии, вернее, к выводу, что десятку можно переходить спокойно, она дорабатывается, что 9.2 не только. Запуск именно нейросети, да, тоже возможно по распознанию образа, особенно по распознанию нечетких границ. Мы ставим такую задачу в следующем году. Нам тоже растегивать надо то, что вы и делаете. То есть вы уже на пути. P10 вы используете, теги вы используете, осталось следующий шаг. Нейросеть, то есть вы верно определили наш предстоящий вектор на следующий год. Один из студентов возьмет диплом касательно этой темы. Пообщаемся, хорошо. Спасибо, тогда обменяемся визитками. В кулуарах пообщаемся, спасибо. Так, слышно меня? Да. Я, честно говоря, более простой вопрос хотел задать, чем предыдущий вопроситель. Я так понимаю, правильно ли я понимаю, что вы на основе видео корректируете 3D-модель, которая у вас до этого есть? Да, мы сейчас как раз это делаем. А скажите, пожалуйста, а сколько ручных и какие ручные операции требуются для того, чтобы связать видео? Ручную скринить в верный момент, то есть пока это требуется, это на уровне нейросети нам не удалось обработать, чтобы в нужный момент как раз снежный покров карьера, как он меняется в определенные периоды. Может быть, вы какие-то контрольные точки, маячки расставляете? Нет, тут нужны действительно контрольные точки, например, там май, но там надо контрольные точки в зависимости от температуры, в зависимости от времени. Все-таки, то есть по идее после момента таяния снега. Но здесь установить нужно проверять несколько раз. Это делается сейчас во внутренней программе, плюс мы к QGIS, там просто уже есть написанное приложение, мы хотим ее немножко дописать. Сейчас решаем такую задачу. А так на базе Python-модуля, который, соответственно, установлен в QGIS. Насколько я знаю, мы уже студенты успели что-то еще там сделать. Мы сейчас дописываем скрипт, у нас еще один человек работает из магистратуры, поэтому мы хотим, кстати, интегрировать. У нас два проекта смежных, один в магистратуре, один как раз в бакалавриате. Вот, соответственно, то, что делается в магистратуре, мы потом тоже объединим. Они там свой скриптик дописывают. Понятно. Надеемся, это можно будет посмотреть. В следующем году мы обязательно расскажем. И потрогать, как опубликовано. Нет, как только, во-первых, опубликовано, конечно, будет следующая публикация, во-вторых, что-то, возможно, мы выложим в свободный доступ, чтобы как-то это будет реализовано обязательно. Спасибо. Так, еще вопросы, коллеги. Ну, в крайнем случае, как бы там указаны контакты, можем действительно в кулуарах, а так, мем не у вше всегда открыт для взаимодействия. Рады здесь сами поучаствовать, рады, как бы, если нам что-то напишут, будут предложены. Спасибо.